Валерий Дмитриевич Скаченко Я директор учебно-консультационного центра АГБИЗ Агробизнес Мы находимся в Кичиневе Главный инженер проекта представляю Вот Григорий Артемович Кукишев Главный инженер проекта Который всю жизнь, 50 лет уже, да Он проектирует, чисто проектирует Я сам агроном Значит, очень правильно сказал Николай Федорович У нас сейчас вот последнее время Уже несколько человек обращаются Давай мне эту штучку Несколько человек обращаются Не надо нам господрец Ароняск Ну обычно мы как говорим Делай господрец Ароняск, официальный договор Все как положено, перечисляешь Не надо мне господрец Ароняск Делайте мне проект просто для меня Как для частного лица Нам легче, ребята Сразу говорю Нам это легче Наличкой Понимаешь? Поэтому В принципе Я понимаю сейчас их Вот как сказал Николай Федорович Люди Боятся Что-то сеять Междурядьях Потому что АИПа у нас очень строгая И поэтому они говорят Не надо мне эти субвенции Мне главное Чтобы был проект Чтобы я мог зарегистрировать этот сад И потом продавать продукцию Что нужно для проектирования Для того, чтобы создать Сад ореха Почвенно-климатические условия Оптимальная сортоподвойная комбинация Качественный проект создания Грамотные специалисты Качественный посадочный материал Хороший уход за назначениями И эффективная защита растений От вредителей и болезней Еще последнее Это естественно покупатели Которые дают хорошую цену Но это уже потом Первое Благоприятные почвенно-климатические условия Вы знаете Орех растет не везде Следующий Не везде Только 7% территории земли Пригодно Для выращивания грецкого ореха Вот Молдова Украина Румыния И закавказские страны Они как раз Обратно Они как раз Подходят для этого Поэтому Когда обращаются люди Из-за рубежа Мы вообще разделим Так мы выступили на две части Это Молдова И Проектирование в других странах Потому что Мы работаем Не только в Молдове Мы работаем И на Украине И в России И в Казахстане И в Азербайджане И в Армении Ну северной сети И в России Я сказал Мы высылаем Вот такую табличку Потому что Часто люди Звонят Например И Пишут письма Например С Омска Омск Сейчас вот Не с Магадана Не слава богу Пока не было Но Но таких Ну не подходит Они говорят А вот У нас здесь Вот У меня во дворе Растет орех Я говорю Прекрасно Давайте Размножим его И у вас будет Сорт Омский Например Если он Орех может приспосабливаться Если он приспособится К этому климату Выдерживает температуру Там минус 50 Это изумительно Но Это одно дерево Которое видно Растет Где-то За углом Где микроклимат свой Да Это может быть Вполне А промышленно Это не пойдет Дальше Для того Чтобы В Молдове В Молдове Мы выезжаем Сразу И нам дают Кадашовые номера Участков У нас знаете Что в Молдове Все кадашовые номера Мы смотрим Если мы видим Что это В балке Где-то пониженное место Мы даже не выезжаем Мы просто людям Говорим Что не надо Следующее Вот я всегда Привожу пример Вот это вот В 2009 году В 2009 году Был посажен орех Немецкие саженцы Везде Следующее И вот прошло 10 лет Вот он Вот этот сад Вот именно внизу Посмотрите Уже Многие просто Так сказать Погибли деревья И так они Медленно 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 гибнут Поэтому Благоприятное место Для ореха Это очень много Значит Именно для того Чтобы он давал урожай Следующее Вот мы когда Выезжаем Делаем изыскание Дальше Это одни фотографии Пойдут Потом обсуждаем Обмываем Ну Если надо Делает топографическую Съемку Григорий Артемович Следующее Почвы Значит Ну правильно Значит Орех Он Растет В принципе Вот самое П.H. почвы Это вот Очень важно А то что Бедные почвы Там Ну вот вы видели Например В Армении Дерево этого Как его Гунатьяна Да Тиграна Тиграна Дерево которое растет на скале Ореха На скале Мы лазили в горы Как козлы Горные И оно растет на скале Там нету почвы Прекрасный урожай Дает Отличные орехи То есть У ореха такой корень Что он пробил эту скалу И пошел туда Где-то И там сосет То есть Понятно Что надо Если бедные почвы Надо удобрять Там и так далее Но орех Он Сам себя Может обеспечить Именно вот Питательными веществами Дальше Берем анализы почвы Это в Молдове Повторяю Дальше А вот это вот Казахстан Директор института Рабча Копает Казахскую землю Там не было бура Поэтому пришлось лопатой Дальше Делаем анализы Дальше И вот Если Сейчас Подожди немножко Если У нас Мы берем анализы почвы Делаем проект Все понятно Если за границей То Или же люди нам присылают анализы Я даю такую таблицу Какие Основные PH Там Гумус Этот самый Карбонаты И так далее В общем Несколько показателей Потому что анализ очень дорогой Если делать полностью И сумму поглощенных оснований И фосфор Калий И так далее Это дорого Но основные показатели Они дают Белорусы Когда делают анализ У них Дают PH 4,5 4,7 Мы сразу отвечаем Что орех Там расти не будет Кислая почва Пожалуйста Карачаево-Черкесия Недавно PH Посмотрите PH Следующий Следующий Еще интереснее 9,9 PH 9,9 Это щелочная почва Понимаете Конечно Там орех Растей не будет Вот Есть Идеальный вариант Конечно Когда мы Выезжаем На Место Сами берем Анализ почвы Сами берем Перевозим его В Кищенев И делаем Здесь анализ Но это Большие Партнеры У которых Есть деньги Чтобы Принять Перелеты И так далее И так далее Вот Николай Федорович Вместе с Григорием Артемовичем Вылетал В Абхазию Да Ну вот Правильно сказал Николай Федорович Например По Чандлеру Вот У нас Мы запроектировали 100 гектар Чандлера В Резинском районе В Резинском районе Да Я Объяснял людям Что Ну Морозы бывают У нас иногда То минус 30 Минус 32 Даже Резинский район Это не юг Нет Вот мы хотим Чандлера Хорошо Мы запроектировали Но каждый дал Их 4 человека Каждый расписался Что в случае Неблагоприятной погоды Морозов Этот сад может вымерть Все Поэтому Они предупреждены Не хотят Хотят они Вот именно Чандлер Не хотят Наши сад Да пожалуйста Боже мой Очень Много у нас Сейчас Слитых Почв К сожалению Слитые почвы Это почвы Где Много ила Ил Это частички Меньше Одной тысячной Миллиметра И Если Больше 35-40% То сад Садить нельзя Почему Потому что Корни доходят До вот этого Ил Илистого Слоя И он Как цемент Когда сухая погода Как цемент Пойдет дождик Он размягчается А потом Опять Становится Цемент И корни Рвутся Даже Поэтому Вот эта Вот Слетая Почва Она нам Делает Проблемы Потому что В Молдове Она есть И в других Странах Вот такие Вот трещины Очень богатая Почва Между прочим Прекрасно Пшеница Растет Там Кукуруза Там Которые Не идут Глубоко Дальше Глубоко Корни Вот такие Трещины И дальше И вот это Вот Это мы Выезжали С Николая Федоровичем И шли Человек Сказал Прекрасно Вот посадили Дерево Ваши саженцы Посадили Между прочим Проект был Я не буду Говорить Кто делал Проект Но не мы Посадили Сад Начал давать Урожай Прекрасно Два года Три года Давал урожай Потом Вот Не растут Сколько лет Этому дереву Кто скажет Семь лет Этому дереву Семь лет Вы видите там Выше Видите там Деревья нормальные Более менее Соответствующие Вон на верху Да А это вот Дальше И вот Я специально взял Бур И взял Пробы почвы Там слитая почва То есть корни Дошли до слитых Почвы И дерево Понимает Что оно умрет А когда Организм Чувствует Свою смерть Он хочет Дать потомство Поэтому вот Он начал Плодоносить Сильно Плодоносить Чтобы Доставить После себя Что-то Дальше Такие деревья До полной Два Ихали Вот такие деревья Но потом Умирают Дальше Вот А вот Это Мы были Недавно Когда мы были В Армении В мае В мае Кажется Мы были В мае В Армении Значит И вот Взяли мы Анализы Нет Они 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 нам Они сделали Не-не Мы взяли Помнишь Мы брали Да И вот смотрите Видите Меньше 48 51 54% Слитые почвы Там Там Два Участка Один Участок Небольшой Там Где мы Садили Один Участок Небольшой Вот там Слитые Почвы Второй Участок Огромнейший Там Около 100 Гектар Там Прекрасные Но Пока Они молчат Видно Думают Но Во всяком Случа В Армении Тоже Есть Литые Почвы Дальше Важно Важно Некоторые Вот Я хочу Посадить Орех Вот Прекрасно Дает Урожай И вот Такой у него Участок Я осенью Буду сажать Мы говорим Ты чего Надо хотя бы Год Два Три Его Облагородить Нет Я осенью Буду сажать У тебя Тоже Так Было И Когда Посадил Через Год То есть Не надо Торопиться Дальше Дальше Ну Это Понятно Такие Участки Азербайджан Азербайджан Мы будем Осваивать Будем сажать Дальше И вот Такая техника В Азербайджане Извините И они Начали сажать Потому что С такой техникой Я уверен Что они Уже Много Посадили Дальше Очень большое Значение Имеет вода Это Ростов Мы были В Ростове Сейчас там 50 гектар Уже растет Прекрасный Сад Ну вот Вода У них Посмотрите Соль Выступает Когда Они Сделали Анализ Воды Там Сухого Остатка 2,9 Кажется Если Один Грамм Это уже Нельзя А тут Три Грамма Почти Ну И Когда Есть возможность Николай Федорович Везет им Саженцы И мы Делаем посадку Как бы Чтобы посмотрели Люди Мы сказали Этой водой Не надо поливать Они возили Воду Откуда-то И мы Поливали Саженцы Дальше Да Вот они Занимаются Декоративно И посмотрите Какая соль Они портят И землю И растения Дальше Дальше Значит Содержание проекта Так Почитайте Это Дайте вот черную Вот эту Вот эту Это содержание проекта Значит Я специально Опа Привез Просто показать Три наших проекта Вот это проект Первый Молдова Вот это вот проект Данилиш Это Казанешты Тельнешский район Тельнешский Кто хочет Посмотрите потом Подойдете Это Тельнешский район Это Бишев Украина Макаревский район Украина Это еще в 15-м году Не в 16-м году Это Юрченко Ирина И вот это вот Свеженький проект Вот это Кунаки Кунаки Это Да Станица Архонская Пригодные Пригодного района Северной сети Алания Это еще Ну Когда он В марте месяце Они сейчас будут брать саженцы И будут садить Вот этот проект Да пожалуйста Значит Вот это вот Это То что входит Проект Дальше Сейчас по саженцам Дальше Еще не закончил Это Оглавление Дальше Это Цитата Мичурина Причиной Гибели Наших садов Отчасти Служат Изменения Климатических Условий А именно Летние Засухи Более резкие В сравнении С прошлым Перемена Температура Тепла Холоду И наоборот Дальше Это писал Мичурин Еще 150 лет назад Но все-таки Добрая половина Вины Падает на человека И в особенности Напитом Ниководов Которые добиваются Разными способами Пышного Форсированного Но рыхлого И вообще Вредного В отношении К устойчивости Дерева Против Невзгод Климатических Роста Прививок То есть Поливают Подкармливают Как можно больше Чтобы было Красивое дерево Чем избаловывают Деревья Вследствие чего Последние Из холи и неги Питомника Попав в менее Благоприятную среду В сад Они быстро чахнут Это говорил Мичурин Николай Федорович Постоянно Хотя мы с ним Часто ругаемся Мы с ним Часто спорим Но То что он выращивает Спартанцев Это да То есть Они нету Там неги и холи Вот Ты уже показал Саженцы Нету там Полива То есть Деревья Привыкают К спартанским условиям И если ты посадил их В сад И дал Минимальные Какие-то условия Полив Подкормки То эти деревья Будут Расти и плоносить Дальше Так Спасибо за вот это Вот Наши Координаты Мои Григория Атемовича Если надо Визитские я дам Спасибо Вопросы Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому